всем привет в эфире альбертыч и стефаныч клевещут суши я каждый раз когда объявляю вот наше название путаюсь кого-то кого первым говорить хочется себя но когда известная история по советских артистов когда одного написали шрифтом чуть побольше другого поменьше того что поменьше случился инфаркт знаешь мы люди простые мы обойдемся без таких физических нагрузок каким назвал таким и слава чека как скал да главное что вот я альбертыч сверху стефаныч это если запомните хотя если будете путать нас кого как зовут мы тоже в принципе не обидимся инфаркта не будет мы начинаем клеветать и отличная неделя много много отличных новостей то есть мир катится в жопу извините за словно она литературная или ты или ты не считаешь что он не катится или все нормально происходит пока ты знаешь это как в советском анекдоте мир не создавая паники обернувшись просто не то есть и надо вообще переживать за этот мир человечество создало природе окружающему миру столько проблем уничтожены тысячи живых видов уничтожены войнах миллиарды человек и поэтому даже самый маленький шлипок человечеству общем-то не помешает буквально кстати да сегодня произошел случай убили последнего белого жирафа и мать жирафику и маленького жирафа то есть еще одного вида на земле не достаю людей все-таки больше чем жираф поэтому уж как-нибудь человечество справиться ну а жирафом я бы я бы от жирафов собственно перешел к нашим жирафом а именно к поправкам в конституции то есть мы решали вот стефаныч говорит что надо с коронавируса начинать я считаю что все таки надо начать с путина с поправок конституции в россии просто потому что мне кажется мы коронавирус победим а вот эти ребята тут надолго и самое интересное ну давайте да что произошло путин предложил поправки в конституцию которые типа убирают возможность президенту несколько раз больше чем два раза быть президентом главное что не подряд но на этой неделе выступила еще валентина терешкова в госдуме которая сказала давайте раз мы новую конституцию предлагаем обнулим сроки владимира владимировича и раз новая конституция мы заново начинаем считать его сроки мы как белорусы вот сидящие здесь вообще удивляло когда россияне такие вот он предлагает поправки в конституции наверно он по пути нарсултана назарбаева пойдет он подготавливает почву чтобы передать предшественникам и таки с ним было ну влад в беларуси а в калифорнии бывший белорус и думаем таки ну вообще-то александр григорьевич еще в девяносто шестом году провел референдум где обнулил свои сроки и потом у него началось все заново то есть я был полностью уверен что путин просто делает возможность заново начинать все президентом считать какого-то момента так что выкусите россияне когда вы смеялись над нашим лукашенко что у вас лукашенко батька постоянно теперь у вас все то же самое наслаждайтесь а у нас хотя бы лукашенко хоть какой-то ну пытается что-то в стране реально пошло тут живет его дети тут живут а вы будете наслаждаться этими ребятами еще долго долго да ты ведешь себя как мстительный засранец потому что потому что я столько это этих шуток от россиян слышал про вечного батьку не надо в москву было ездить много времени проводить в москве надо было проводить на родине участвовать демонстрация я еще работа проводила много времени и в других областях россии где меня тоже самое что не надо чисто на москвичей это все говори да и надо было на субботниках проводить время в беларуси я не спорю конечно поднимаясь если бы прокутался настоящим патриотическим здоровым духом меня в этой истории очень заинтересовало до скольки шлет будет путина власти вот этот возраст 84 или 86 лет который он тут застолбил он конечно очень интересный кстати вот где-то в интернете на просторах джубинбергского фейсбука произведет в сша кстати а вот увидел прекрасный лозунг молодые люди россии задумайтесь какой вы оставите страну для путина черешковой то есть вот гениальная фраза вот после вот таких вот причем обратите внимание как подобострастно весь парламент русский вообще за это проголосовал единогласно срочно то есть там же была какая-то системная оппозиция вот эти держиморды фантомасы некрофилы в лице коммунистов коммунисты проголосовали против подожди коммунисты против да да потому что они поменяли на разрешение посещения внеочередное мавзолея вот преклонение перед мальчами этого ленина несчастного который хотел покоится рядом с мамой который любил но видите есть такая подпольная сатанинская некрофилическая организация под пяти конечной звездой которые в общем-то продолжают издеваться над телом этого очень талантливого на самом деле человека гениального даже который перевернул весь мир она видишь ты говоришь коммунисты проголосовали против да сколько два человека хотя было вроде единогласно проголосов 23 что-то такое единогласно это в совете федерации но даже в совете федерации один был против тоже коммунист по моему из хантамансийского округа такая разница господи коммунисты проголосовали против просто потому что от них ничего тут не зависело и тут в данном случае типа против не против это настолько пофигу абсолютно вообще вся эта процедура выделила это было не голосование осталось путину конце легким эротическим движением приспустить брюки и чтобы ему по очереди все сделали приятно чтобы он улыбнулся да снял вот это напряжение тем более вот эта фраза что вот еще и заявление что должен конституционный суд решить да да я согласен как он может решить только исключительно положительно тут опять же интересная ситуация вот я еще расскажу историю просто для наших зрителей слушателей которые вообще то есть многие считают что это все какое-то что-то новое ничего такого не было ельцин тоже самое хотел обнулить свои сроки потому что ну не сроки там как бы счет президентства потому что была принята новая конституция не помню с третьем году наверное и вот смотрите как тогда конституционный суд сказал что это не конституционно хотя ельцин был избран в другой стране вообще при другом строе то есть он был избран президентом рсфср так на минутку когда еще был советский союз а конституция была принята российской федерации когда ушел этот социализм и постройка коммунизма и наступила наступил капитализм совершенно все другое поменялось но ему конституционный суд сказал нет это не конституционно как вы думаете дорогие наши зрители и слушатели проголосуйте в комментариях откажет ли конституционный суд вовочке вправе обнулить его его сроки или нет я ставлю на то что не откажет потому что ну хороший человек вообще понятие президента да да все и это очень классно потому что есть люди с такой совершенно разрушительной силой наплевательски относящийся кстати блин блин сейчас я уважаю не остановил видео к сожалению как раз я хотел поговорить по поводу этой женщины вот вот тут вы видите да вот сам то есть как все это начинается выступает депутат госдумы валентина терешкова и в своем заявлении говорит а давайте мы разрешим нашему президенту обнулить наши сроки и ее не брали интервью по моему московский комсомолец потом или комсомольская правда я их путаю и и спросили кто вам типа сказал это вот это сказать кто он говорит как-то народ мне сказал люди обычные люди мне сказали это сделать обычные люди выступить и сказать это и мне нравится фраза королева и известного так сказать создателя ракет советского который после полета терешковой почти следующее сказал кстати очень не политкорректная фраза на ничего не поделаешь после полета вали женщин в космосе пока я буду жив не будет понимая да и хорошо что как тоже кто-то написал хорошо что не дожили белка и стрелка вот до этой ситуации потому что они были настоящими пионерами космоса как говорится я лучше зачитаю глаз народа вот тот самый народ который просил терешкову выступить и попросить путина обнулить русский народ мне нравится тем что он умеет все-таки шутить жить в говне но об этом шутить очень здорово и вот например вот я не согласен потому что пружина живут по разному совершенно люди то есть кто-то очень богат их очень мало кто-то очень средний кто-то совсем плохо их 2 процента которых очень средне и остальное 97 процентов типа нормально такие нормально так вот что глаз народа говорит валентина терешкова первая женщина которая смело отправилась в космический мрак и холод а затем вывела туда всю страну или в космос летала ограничений не видала это парафраз от известной этой шутки в космос летал бога не видал в июне вот это больше всего нравится я единственный прочитаю это в в июне 1963 года когда из космоса вернулась то что улетала туда валентиной терешковой началась эта нечестивая многоходовочка продуманная далеко за пределами земли в ужасающих холодных безднах а вот представь что если не это не шутка действительно так и произошло то есть что-то специально запрограммировала терешкову чтобы через столько лет привести вот эту вот поправку действительно это вполне могло быть мы же не знаем ничего что там происходит понимаешь у нее так был статус на самом деле в определенных кругах это человек культовый для женщин это первая женщина которая была космонавты то есть она могла там до 150 сколько там бог отмерил и природа ездить и выступать на женских конгрессах ее принимают на ура и в общем-то раздавать автографы получать гонорары и ездить по всему миру все на самом деле здесь хорошо почему человека так сказать стала действительно тянуть на исторические решения выступления предложения здесь действительно вот интерпретации может быть много человеку может подкрасть саморазм но другие окружающие люди не всегда это замечает а вот человек выглядит как совершенно здоровый приводит какие-то вроде как здоровые аргументы а все это очень-то глубоко больная история вот здесь какие-то есть такие вещи ты говорил про какие-то подмены из космоса это конспирологически фантастично но тоже интересно это хотя бы это в некотором случае до обеляет валентину ивановну и показывает мазать чтобы они виноваты что но а с другой стороны несомненно как первая женщина это герой то есть но это вот молодому поколению это показывает то что не да то есть это убивает авторитеты в некотором смысле когда человек действительно это геройский поступок быть быть одним из первых людей в космосе но после этого она не сделала ничего очень много женщин летала в космос которые потом и учет то есть ученые что-то там делали это потом они потом кем-то были в жизни она про вот ее профессия первая женщина в космосе это вся ее профессия и она с этим тоже надо справиться потому что смотри гагарин с этим не справился это очень тяжелая нож быть первым и быть символом быть почти для людей какой-то части там почти богом да но видишь можно продержаться почти до самого конца там сжав зубы но все равно там выдох и в общем-то обделаться то есть это еще раз говорит о том что людям тяжело быть символами чего-то и когда там было название небезызвестного фильма тяжело быть богом а но надо вот из этой серии труда очень большим до тяжело нести на себе вот этот груз груз того что ты являешься символом чего-то тем более смотри тебе постоянно об этом говорят на тебя вот смотрят именно таким образом что ты должен быть для кого-то примером во люди то хотят поступать по-разному а вот тебя начинает и ты должен себя ограничивать тебя ограничивать а тут он человек сорвался наконец то есть ей больше 80 лет то есть ты думаешь она вот еще не привыкла с этой какой-то ношей жить я думаю это просто человек оторванный по хорошему от реальности который всю свою жизнь отъездил на государственных машинах и отсидел на должностях на которые назначали начиная с брежнева заканчивая тем же путиным уж она и при ельцином какой-то комитет по делам женщин возглавляла и здесь кем-то было люди всегда пределах такие люди всегда как говорится они в хая и ясное дело что жуты не за госсчет и живут они очень хорошо то есть тут ничего с этим не поделаешь это но данность такая ну были в советской облике народные художники там народные режиссеры все они жили очень хорошо и кстати иногда я считаю весьма заслуженно это получали потому что они делали хорошие вещи другое дело уже живешь сам хорошо дай пожить хорошо другим вот хороший принцип важный да по поводу дай пожить другим вот интересный факт я читал готовить к этой передаче просто готовлюсь и это важно и себе даже выписал зачем сейчас сейчас в россии нету ни одного кота который родился бы не при путине вот это задумайтесь над этим ни одного года который не родился бы при путине ну это невероятная вещь и как бы коты до первую очередь задуматься к с кем с кем идти дальше что делать в их кошачьей жизни да но это все вытекает из одного в другое потом почему они так ускорились тут с конституции вообще и с назначением а кстати папу помощь еще старая шутка была что александр григорьевич говорил что ему надоело быть президентом коронация назначена на четверг вот типа что-то что-то такое же с владимиром владимировичем происходит обвалилась нефть был не анекдот вообще реальность это было такое предсказание футурологический прогноз который стал реальность не было же коронации почему где-то я бы погулял на коронации не про александр григорьевич а про прощупали просто специально может мы зря об этом рассказываем наши передачи закроют нас люди люди во спине хорошо поэтому решили так вот в дальнейшем рухнула нефть сначала в выходные на 30 процентов до минимум десятилетнего по моему минимума и вчера при открытии во вторник бирж вслед за ней и упал рубль и сегодня он продолжает падать российский рубль я думаю белорусский рубль за ним повалит здесь я продолжаю показывать путина после тут произошла очень интересная многоходовочка опять же исполненная россии в очень странных и в очень в очень неудачное время есть такая организация опек это такой картельный на самом деле картельное мероприятие где все производители нефти собираются вместе и сговариваются о цене на нефть и так как сейчас коронавирус многие фабрики в китае не работают по другим странам соответственно потребление нефти меньше цена на нефть стала падать и вот они собрались вместе и давайте говорить говорят давайте снизим добычу нефти чтобы цены на нефть остались на другом уровне и тут внезапно россия выступила говорит а вы знаете а нас все устраивает мы так посчитали ну там наверно нефть упадет до 45 долларов нам норм в этом году мы просто не хотим терять рынки сбыта ну то есть ты снижаешь добычу теряешь рынок и потом ты можешь на нее не вернуться а в ответ на это саудовская раввия сказал ну раз вам норм то нам уж тем более норм потому что самая низкая себестоимость добычи нефти и мы тогда сейчас как увеличим и вы все все взорвется и собственно так и произошло уже сейчас нефть по-моему 30 долларов за баррель стоит и судя потому что истерия с коронавирусом продолжается и будут еще всякие меры по его локализации соответственно по карантину и по уменьшению выхода работников продолжаться то и нефть будет продолжать падать то есть россия взяла себе просто на ровном месте устроила финансовый кризис по-хорошему потому что да вопрос народ волнуется по поводу супер держав что тут мы за две минуты там уничтожил весь земной шар вот сверхдержава ее благосостояние и зарплата населения не может зависеть от одного источника который если уменьшается зарплата населения уменьшается в среднем на 15 процентов где программы которых так много говорили нанотехнологии интеллектуальные вообще где добыча всяких золота алмазов бриллиантов газа вот как она влияет или это чисто пацанам на карман там побрякушки там золото стоны куда это все уходит до богатейшие ресурсы здесь качнулась нефть и качнулся сразу курс рубля где какие-то рассказы там кудрина на запашенных деньгах и так далее вот чем дело да вот это интересует потому что может уже пацаны там это освоили положили там на уж черные счета и спокойно общем-то почували на лавров думаю что цены там не шелохнуться и так далее вот вот эти вопросы конечно интересуют народу населения да кстати многие наивно думали что вообще понизится цена на бензин я просмотрел несколько комментариев людей которые очень совершенно слепонятными фантастическими аргументами объяснили что в россии кстати в белоруссии тоже цена на нефть она не зависит от цены на бензин да есть ощущение что бензин там производят из молока или из муки то есть это какие-то вообще два разных элемента и скорее все тут простая в общем-то идея проста что есть люди которые контролируют эти цены и вообще все эти колебания никаким образом не скажутся на цене за бензин нефти то есть в общем-то вот выгодно такая цена определенным людям вот она такой останется каким там цены на нефть не были понятно что нефть обрабатывать но это на самом деле не столь сложный химический процесс да как кажется создание бензина тем более помнится там чечне в дагестане там стояли самовары делали бензин паленый люди там таких почти домашних условиях почти нас самогонными аппарат прости господи да и скраденый какой-то нефти то есть вообще-то вот интересная вся история что конечно за все рассчитается потребитель да ты сказать полновесным рублем в общем-то все остальные ребята в очередной раз там положат копейку в карман и очень поблагодарят людей за внимание что поделаешь а цены на нефть как они будут колебаться неизвестно просто единственная страна которая на путинские выпады все ответила каким-то конкретным делом и жестко казалось саудовской аравии вот не повели с ними как они хотели они взяли и очень жестко ответили вот это не европейская вот эта риторика что вы знаете ну уберите вы из касс украины отдайте как-то вот крым ну по-доброму да ну то есть это не решает вообще ничего да вот такие разговоры решают действия это не европа это не вот эти какие-то переговоры о каких-то там фантастических сделках трампа когда он там улыбается лебезит перед пути здесь просто как бы ну такие арабские шейхи да там пророки мухаммеда такие мрачновато такие вообще расслаблено в каком-то находящийся личном состоянии а я просто поменяли цену кстати конечно тут явно видно что это с подачи сша для сша выгодно конечно же вот такая низкая цена на нефть об этом кстати трамп открыто сказал вчера так самое интересное что понятно договоренно не ну в общем-то договорились сделали как россияне пытались я так понимаю они даже в основном боялись не саудовскую аравию а этих производителей сланцевой нефти добытчиков сланцевой нефти у нее себестоимость выше поэтому они думают что если цена на нефть упадет то закроются добытчики сланцевой нефти под больше появится потребителей но посмотрим может вы конечно чего-то не знаем и тем более мы не выводили два дилетанта да мы много чего не знаем но просто вот эта ситуация вот данная в данное время в россии да в данное время в россии очень ну очень не в тему получилось вот с этим со всеми поправками в конституции с коронавирусом еще дополнительно и пока 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 это непонятно и мы пока не можем делать вывод я вообще исключительно искать как песня высоцкого не люблю фатального исхода мне не хочется вот этого фатального исхода не для кого но мы видим как все страны правительство стран демонстрирует раскоординацию в борьбе с коронавирусом демонстрирует беспомощность государство смотри я на протяжении всей своей жизни там 27 лет у меня трудового стажа я платил налоги и государство в данный момент не наши не другие государства не вообще ничего не делают по большому счету где в сыворотке где способы борьбы с коронавирусом они думают что выставят полицию закроют всех по домам и будут ждать пока в общем-то слабые не умрут а здоровые останутся жить я в защиту могу сказать что с этого я платил налоги до всю жизнь чтобы это так поимела то есть понимаешь это момент глобального недоверия индива в европе не знаю других странах недоверие государства государство демонстрирует то что они отстаивают только интересы бюрократической элиты и вот это все остальное быдло которое кормит своими налогами власть придержащих который вот как макрон да там закрылся своей резиденции сидит по виде экрана он дает там какие-то конференции интервью или меркли которая рассказывает что 70 процентов населения заразиться да и при этом реально ничего не делается да кстати выделили 20 миллиардов евро фан дер ляйн выделила на борьбу с коронавирусом куда эти деньги уйдут фан дер ляйн уже помнится получила для когда была министром обороны германии деньги 20 миллионов и потратила на консультации кстати еще дело не закрыть теперь кстати мне вообще любой в цифре 20 я понял на этот раз 20 миллиардов миллиардов на борьбу с кана потрачены были деньги на консультант то есть армия лучше не стало но наняли кучу там армию консультантов которые рассказывали как чё правильно делать кстати готов за каких 3 миллиона евро быть консультантов по коронавирусу я за два с половиной я за два да я могу откатить еще там миллион даже тем людям которые меня возьмут на работу потому что по борьбе с коронавирусом все советы приблизительно следующем заключаются мыть руки там чихать локоть я даже придумаю еще один совет там вытирать ноги приходит домой ну то есть вот и все мыть попу да но попу там руки другие части тела мытся в ближайшем опачкой сразу говоришь по одному надо ты зачем так ты слишком дал надо учат отключить и по просьбам трудящихся горячую воду потому что коронавирус вот чтобы видно закалять руки другие части тела в марте месяце лучше мыть холодной водой по логике серьезно отключили вас серьезно отключена у меня нет горячей воды да бог с ним слушайте у нас главное что вообще вода какая то есть да я шучу у нас на самом деле хорошие уважаемые слушатели и зрители как вы понимаете мы постепенно перешли уже к теме коронавируса влад подсел на конька начал я просто хочу связать это вот с конституционными этими поправками постепенно так собянин и в некоторых по моему городах россии тоже запрещены сборище больше чем 5000 человек в связи собственно ну в связи типа с коронавирусом власти москвы запретили массовые мероприятия до 10 апреля не больше 5000 человек я конечно могу сказать что типа правильно потому что коронавирус но это понятно что сделано против митингов из-за этой конституционной реформы и я бы согласился с этим если вы еще при этом закрыли вокзалы закрыли метро извините где еще больше вообще люди контактируют друг с другом если не вот в этих особенно в москве в москве ежедневно несколько миллионов в метро проезжает несколько миллионов на вокзале сколько человек там явно больше пяти тысяч ходит это точно просто но вы запрещаете митинги массовые мероприятия то же самое касается кстати и в украине там правда это относится не к поправкам в конституцию там их какая-то тоже своя фигня что там зеленский делает но тоже запретили массовые мероприятия понимаешь можно запрещать не запрещать вот не дали как вчера мой товарищ коллега по электронной музыке гвидо брауна опубликовал фотографии воскресные из города франкфурт чудо там есть кафе уличные которые были воскресенье просто набиты людьми у людей нет масок и там он как бы специально отснял это дело люди разговаривают люди пьют там чай кофе пиво и все это там понятное дело если есть там реальное заражение то как бы нас люди очень безответственно относятся вообще к этому коронавирус и вот сейчас итальянцев буквально перед разговором с тобой читал послание одного из итальянских диджеев которые пишут что я теряю деньги я теряю букинг на то потому что мероприятие закрыты массовые не могу играть поэтому я не зарабатываю денег но я все понимаю и ситуация очень сложная и люди переживают что если количество больных увеличится в италии то просто не хватит не гаснин госпиталей не врачей для того чтобы оказывать помощь и они готовы там оказывать помощь и не призывая всех своих знакомых находиться дома и с пониманием отнестись потому что вот есть люди которые вовсе то есть там а человек который помимо музыка не тату салон закрыл тату салон северной италии и он тоже несет убытки недавно его открыл не очень богат человек но у меня очень нравится что есть люди которые с невероятным пониманием таким относятся к этой проблеме которая существует а при этом вот эти организации от восс взяла 70 миллионов евро видимо для пресс-конференции где они бы рассказывают о том что мы объявляем пандемию ничего не можем сделать почему я просил чтобы меня тебя взяли экспертами мы тоже можем сгодиться мы бы пресс-конференцию провели дешевле намного миллионов за день в принципе со скидками где-то за 700 тысяч евро вот где мы могли бы рассказать о правилах мытья рук кстати мы могли это даже показать вот получишь чтобы люди убедились что мы умеем их мыть кстати это хорошая идея да прекрасно есть уже корейские вьетнамские ролики где там видео песни пряски и так далее кстати французы заметили что больше стала проводоваться книг камю буткан лауреат новелевской премии он писал книгу чума а вот покупки этих книг возросли это говорит о настроении в обществе что у людей появился интерес к такому роду чтиву и это говорит в принципе о многом что люди готовятся к сожалению к худшему ну и отмечу государства на эту систему не питают особых сегодня основной опасный регион это действительно италия потому что в китае судя по всему они таки победили вирус например за последние два дня новых просто новых случаев вируса выявлены буквально десятки там что-то 30 или 40 человек в то время как в италии каждый день 1000 2000 добавляется и уже китайские врачи едут на помощь в италию помогать там и там даже есть мнение что это судя по всему пропущены были люди то есть завезли этот вирус намного намного раньше чем считалось изначально считалось что там нулевой пациент был 20 февраля типа обнаружен сейчас люди потому как новые случаи появляются это случилось намного намного раньше все и тут хваленая очень очень да там очень много туристов очень много туристов я был в италии помнишь нас было включение из рима да когда я как раз время сидела вокруг он просто гуляли люди совершенно нормально если ты не слушай ты чудом оттуда ушел получается чудом прям знаешь я много раз я была украина маша была русская всегда чудом уходит это партизанская нация мы уходим тропами пробега да и видишь беларусь и беларусы мало вообще куда ездит беларус в основном дома находится поэтому есть нации есть это нормально люди которые любят ездить в разные страны теплые не очень теплые путешествовать белорусы из-за отсутствия денег у большинства людей населения не вообще и отсутствие виз шенгенских допустим они мало посещает вообще разных стран поэтому ведь это вот здесь обернется плюсом для деревень маленьких городов там люди ну максимум выжать какие-то районные центры купить какие-то вещи так они живут занимаются там работой хозяйством семьей и возможно здесь сыграет это положительную роль для белоруссии я молдавии части украины то что вот люди мало мобильные для современного мира а в других странах где люди более мобильные конечно это отыграет такую негативную роль да ну мы в прошлом выпуске во всяком случае я в прошлом выпуске волновался что проблемным регионом будет иран но внезапно вот так вот хваленая западная медицина подвела хотя опять же иран слишком закрытая страна мы нам могут сообщать снимаешь там фрага сказать у меня посмотрел да интересный факт меньше всего смертных случаев смертельных случаев было в корее в южно да это первый признак значит не знаю то ли эффективность лечения то ли еще какие-то принципы я не врач и имеется ввиду соотношение заражён заражённых к смертям то есть да да вот это не какие-то более эффективные были видны способы лечения еще что-то я не знаю но это надо вообще обращать но сейчас поедут все эти южнокорейцы китайцы думаю помогут всему миру тут я и поеду китайцы южнокорейцы насколько я слышал никуда не поехал а и вот это вот интересно взять этот объединить его сделать какой-то конгресс сделать хотя бы какой-то общее такое видео мост где люди высказались рассказали своих способов лечения все это проанализирует действительно есть ощущение как будто каждая страна сама по себе в этой фигне именно именно каждый выплывает по-своему и вот эта несостоятельность организации оон евросоюза ввоз вот здесь очень хорошо видно и несостоятельность эти государства которые собственно должны беречь вот этих человечков которые создают богатство которые кормят а вот этих кровососов буржуев и бюрократов государственных они должны о них заботиться потому что иначе никому будет кормить никому будет нести эти налоги а вот здесь государства пока разные все государства демонстрируют совершенно невероятное бездействие но еще вот новости за рано 7 человек погибли в иране отравившись метиловым спиртом который они употребляли чтобы спастись от коронавируса ребята я конечно знаю что это наше наше такое основное лечение в наших странах вот влад правда боржоми пьет кстати они они спирт но тем не менее поддерживаю да поддерживаю грузинскую карту потому что грузины люди такие позитивные веселые у меня было много есть всяких знакомых хороших как среди представить ее разных наций кстати по поводу метилового спирта а ты знаешь что в общем-то иранцы они мусульмане пить на вообще алкоголь нельзя а вот по поводу такого способа брутального лечения никакой новости нет до сих пор в беларуси кстати в россии на украине бытует такое мнение что против очень опасного заболевания одного злокачественного помогает бензин и я видел и слышал что есть люди которые реально совершенно пили бензин для того чтобы вылечиться я понимаю что когда у человека нет никаких других способов человек готов там и кто-то пил там мочу маленьких детей до против коронавируса и так далее это еще раз демонстрирует что мы впали почти в эпоху средневековья когда над городами вывешивали черные флаги где была чума чтобы люди туда не приходили не заражались вот следующим от властей мира европы государств всех этих без мозг бюрократов безвольных это вывешивать какие-нибудь оранжевые флаги над городами которые города будут окружены солдатами с автоматами которые будут просто не пропускать людей и ждать пока кто там выживет до вправе на просто средневековье это кошмар просто это обычное средневековье кстати ты говорил что председатель центральной партии республиканской шучу извини я перефразировал советское название трампу да генеральный секретарь соединенных штатов америки должен выступить с обращением к народу вот буквально сейчас да ты говорил что все ждут вот подняли партийные флаги одели партийные значки с изображением сша кто-то уже смахнул слезу я хочу рассказать как насколько странно здесь немного американцы действуют по поводу этого коронавируса то есть в магазинах нету теперь туалетной бумаги я не могу то есть мне это не очень понятно почему сметена первых туалетная бумага а еда нормально лежит то есть ну нету каких-то завтра у нас же и заваривать до ван декста соленатор рэк от из токио тоже опубликовал позавчера фотографии что в токио не было тоже туалет почему объясняю это последствия паники понимаешь есть люди у которых в случае паники начинается медвежья болезнь это очень опасное отклонение когда люди очень часто ходят в туалет а по большому и это просто ну есть люди очень эмоциональные вообще на самом деле медвежья болезнь это очень страшная не хорошо я я согласен да можно но при этом бумажные полотенца например кучу горой лежат то есть люди не могут но ты понимаешь человек совка ты у тебя извращена я могу всем вытереть да точно ты можешь вытереть извини даже газеты new york times и лопухом это опасно это плохо потому что оказывается в газетной бумаге содержится свиньер задницы это плохо для здоровья понимаешь ты можешь взять любой предмет хоть целлофановый пакет с гипермаркет его использовать это точно это точно человек дикий с востока и вот это открытие которое будет у японцев американцев что оказывается полотенца любые другие бумажные предметы можно использовать для подтирания определенной части тела это будет просто а потом а потом мусульмане мусульмане расскажут что жопу еще и мыть можно как почему почему я жопу что это за слово как более вежливо нас давай называть скажи мне вот как образованный человек на дне часть и дали задней части мы закончили давай на следующий ну в общем коронавирус шествует по планете вокруг паника мне кстати к прошлому даже моему выпуску ты дает юбе не читал комментарий а у нас есть группа вконтакте который ты тоже не знаешь на ночи не особо за и не пользуюсь контакты вот принципа слушай вот там я даже написал комментарий александр клеманов лёша ты не прав по поводу вируса звони расскажу все очень серьезно закручивается шанс умереть прямо пропорционален доступности интенсивной медицины а без нее шанс не 3 4 десятых процентов уже 20 процентов то есть реально даже у людей с которыми я общаюсь начинается какая-то паника по поводу этого вируса понятно мы все можем заболеть более того мы все от него можем умереть но дело в том что это не то это не не та высокая летальность как было с той же эпидемии испанки это не та же летальность как при гриппе проблема этого вируса вот вот о том что стефаныч рассказывал действительно не за ним то есть вот это показатель того насколько правительству и людям которые должны этим заниматься на всех на нас наплевать по-хорошему и вот это может стать взрывом действительно а если у вас есть иммунитет вы вылечите есть альтернатива лишь очень хорошая паники коронавирус это туалетная бумага понимаешь то есть вот есть выход купить туалетную бумагу и просто вообще на все извините для чего туалетная бумага именно это делать то есть просто хорошенько очистить организм и возможно будут прийти совершенно новые мысли все это конечно такие же да ну и сейчас вот влад стефаныч стефаныч перед перед началом нашей записи я ему говорил что мы ожидаем с минуты на минуту выступления трампа в котором он объявит чрезвычайное положение по всему соединен по всем соединенным штатам пока этого не происходит и орда не знаю вот мы сейчас запишем будет это или нет потому что да при а при киеве знаешь он такой появляется и говорит такой с бутылкой вискача такой дорогие граждане с новым годом пожалуйста теперь я национализировал все гипермаркеты банки гуляем на все роте по стране пришел полный пипец поэтому вообще берите там ведите себя как хотите пейте что хотите вот объявляю в среднем штатах америки анархии тут знаешь такой появляется флаг с буквой а да там играет композиция группы секс пистол с анархия в соединенном королевстве и заканчивается телетрансляция прикинь как классно такое мог только приблизительно зеркали николаевич яйца когда он там в ирландии просто лежал в самолете запил но вообще навстречу там с какими-то официальными лицами потому что просто хорошо себя чувствовал было хорошо а все остальные какие-то хотели с ним дурацкие переговоры вести непонятно о чем и так далее вот вдруг вот это было бы вот действительно новость это так он скажет напоминает что где где-то читал сценарий фантастического фильма какой-то человек писал что типа было бы классно снять фильм в котором президенту типа надоело бы быть президентами он стал бы какие-то дебильные указы делать чтобы его сняли но в итоге оказывалось бы что его дебильные указы как раз наоборот лучше делали стране типа там запретить чипсы лейс а потом оказывалось что эта фабрика по производству лейс хочет начала выпускать какие-то отравленные чипсы и этот указ спас всю нацию или там уволить вице-президента а потом оказывается что вице-президентом ставленник каких-нибудь так вот мне кажется трамп он что-то что-то типа этого он все эти указы они кажется дебильными а потом оказывается что она все срабатывает в этом году я надеюсь дописать еще супруга мне помогает работает роман который будет называться некропоцук это лучшая сатирическое про не некропоцук до поцук по белорусски крыса да да и а вот это будет лучше сатирический роман который вообще написано белоруссии за лет 35-40 да может и в мире даже скорее всего да и не из-за того что это я напишу там еще будут рассказы всячески мы потом ссылку скинем не знаю может быть я переведу на русской русский язык это будет на белорусском с удовольствием аудиокнигу кстати запиши но я буду делать как клипы я буду делать короткие фильмы на рассказы я буду снимать сам фильмы и потом делать музыку прикольно прикольно то есть это будет книга будущего я хочу сделать как интернет-издание то есть она будет доступна ты не будет не просто какое-то мое текстовое женой а это будет еще и музыка это будет еще и видео то есть это книга будущего я так представляю что через лет 30-40 все книги в большинстве своем они будут иметь к еще конечно должна быть компьютерная игра у каждой новелли но я не могу сделать и не программист а вообще я считаю что это будет выглядеть приблизительно именно таким образом полноценная книга будущем это будет короткий фильм с музыкой плюс игра и плюс текст который человек может с интернета почитать вот но у меня видите будет только без игр это все но поживем мы видим как только будет куты издания в общем-то повестим тем более не храпацук мертвая крыса там происходит как будто это все в мире животных с крысами и мышами понятно я делаю это про людей поскольку пасуком и не стал любой жизни может непонятно куда меня занесет крысы тем более родился в год крысы поэтому видите реинкарнация может обернуться сюрпризами поэтому в общем-то поживем увидим что ладно заканчивая тему тему коронавируса отменяются куча мероприятий по всему миру есть вариант что даже олимпиада либо будет отменена либо перенесена закрыты многие учреждения в словакии боливии кстати режимы чрезвычайного положения введены в дании австрии закрытой школы университеты вот сейчас с пометкой срочно внезапно пришла новость футболист итальянского вентеса даниэли ругани или ругани заразился коронавирусом в общем ребята не поддавайтесь панике мойте руки если у вас деньги есть на то чтобы проконсультироваться с нами купите туалетную бумагу купите всю туалетную бумагу не оставляйте туалетные бумаги салфеток магазина это такая акция плевок властям в лицо искупить вообще все туалетную бумагу и довести представители власти до колени потому что люди покупать не лекарства не какие-то другие вещи а просто туалетную бумагу вот эти негодяям нечем будет вытереть задницу и они будут ходить с грязными волючими задницами им будет очень стыдно не смогут ходить в парламент на заседание правительства что-то я сомневаюсь что им будет стыдно вполне могут из грязной заднице с грязными мыслями они же ходят почему-то с грязными руками ходят а чё так вот следующая новость как раз в копилку мнение стефаныч о том что им насрать на нас в плане здоровья хай мы все сдохнем а вот что мы там делаем у себя не не наплевать что сегодня ругаюсь так как-то суши извини пожалуйста и зрители извините ну просто как-то вот задевает значит эта ситуация произошла в сша за каримакой такой чувак внезапно получил странный имейл от гугла в котором компания сообщала что получила запрос от департамента полиции и собирается передать им все его личные данные от места положения за последний месяц до банковских операций фотографии и доступа к джимейл это ну электронная почта и гугл дал ему неделю на обжалование решения начать компания передаст все данные полицейским ну захаре маккой как-то офигел слегка потому что он он точно сказал что он ничего не делал ни в чем не виноват на скреб денег даже на адвоката они тут дорогие и и что выяснилось оказывается адвокат значит начал начал копать адвокат оказывается что запрос полиции в гугл был связан с недавним ограблением дома ограблением дома копнули глубже в день ограбления маккой три раза проехал на велосипеде рядом с этим домом потому что там лежал его типичный веломаршрут там либо на работу либо с работы ну человек ездит на на велосипеде занимается физической нагрузкой молодец так вот полиция в поисках грабителя проанализе смогла проанализировать всех людей чья геолокация определялась телефоном рядом с ограбленным домом в день преступления и узнав вообще во первых они узнали всех людей которые рядом проезжали получили эти данные без всяких санкций суда а потом еще и запросила у гугл эту информацию а мы не знаем может не только у гугл может и у фейсбука может и у других социальных сетей оказывается эта технология применяется американскими службами уже несколько лет и называется геофенс воррент копы ставят на выбранную местность метку и гугл обязан передавать им всю информацию о людях проходящих или ездящих или находящихся в зоне действия вот на это у них средства есть возможности силы и прочее зашибись ну потому что да альбертович вот тебе история из американской жизни а потом говорят как там свободно хорошо жить вот страшная история видишь вот тебе иллюстрация у нас камер мало если они есть точно то изображение их потом найти сложно и там вообще люди все это зарисовывают анимации вообще когда какие-то происходят серьезные преступления очень долго там что не могут разобраться показывают и говорят человек походит похож на кого-то и так далее здесь в общем то там не будем вспоминать святые произведения про брата который следит и про все остальное думаю тут все понятно но главное что позиции тех компаний корпорации которые весьма легко вот так просто сливают информацию тех людей пользователей которым доверяют которые которых миллионы туда все должны делать какие-то выводы это понятно ну тут уж время такой час у нас уж поздний у меня в беларуси вот сижу я на кухне это типичный кухонные разговоры перри шли мы на кухню советская такая старая привычка сидеть болтать обсуждать сплетничать и конечно же кривитать лучше всегда на кухне скажу честно да вот ощущение 10 лет я вот не на кухне сижу совершенно другое надо бы конечно мне тоже ну тут кухни не те понимаешь они не 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 располагают тут кухни обычно совмещены с залом как-то называется хорошо что понимаешь диссону злом а то сидишь ешь а тут кто-то рядом понимаешь так вопрос о туалетной бумаге сегодня вот он как-то задел везде она мерещится вот надвигается кризис дефицит этой туалетной бумаги ты безусловно пугает всех но кроме нас люди ушли скоро появляются листья на деревьях поэтому тут придем на экологические меня не очень немножко о будущих выборах президента америки прошел так называемый супер супер вторник в сша это когда сразу во многих штатах идет голосование на выборы представителя демократической партии который будет противостоять трампу и этот супер вторник практически почти полностью убил интригу потому что на всех во всех штатах победил джо байден бывший вице-президент при обаме но почти все по моему там уже снялись с дальнейшей борьбы кроме собственно сандерса но прямо скажем его шансы на выдвижение тоже очень очень небольшие к сожалению вот как мне как мне кажется это худший вариант для демократов потому что сандерс ясно сандерс это вообще не проходная фигура для сша да ты сандерс это университетский преподаватель блестящий там философ политолог с совершенно классными мыслями идеями совершенно неподходящих для сша он уже подошел для очень левый ну да ну как бы американцы это нормальные обыватели это собственно люди выросшие в капиталистическом мире и вот эти идеи которые очень рациональные хорошие предлагает этот кандидат они конечно не будут приняты ему нужен человек типа байдена да человек который был вице-президентом сша который очень такой основной стороны либеральный с другой стороны имеющий опыт который у которого белая кожа который носит галстук да который в таком он выглядит официозно он умеет правильно общаться с американской публикой а не эмоциональный экспрессивный кандидат который высказывает весьма радикальный взгляд это совершенно поняла в том что ты уже что ему что ты описал является и минусами байдена потому что здесь очень многие устали проиграет поэтому трамп да поэтому может в общем-то спокойно готовиться к новому сроку потому что байден конечно его не сможете прийти это один из вариантов для демократической партии была очень интересная идея конечно с ним могли поиграть поработать мишель обама жена в общем то президента обамы а вот чернокожая женщина очень умная властолюбивая мощная плюс не прошла клинтон и тут и чернокожая и женщина и это могло сработать на латиноамериканцев на ту часть этническую которая есть сша и плюс она очень молодая здоровая она бы выдержала эту гонку на нее немного или нет почти компромата как на байдена там с его сыном с украины все это как это мутная история то есть принципе ну не знаю это дело демократов но конечно они медленно но верны если конечно только трамп за это время не влезет какой-то крупный скандал или крупный не облажается но зная привычки трампа он может и такое сделать просто от он может такой сделать ему то сойдет в срук дело в том что столько уже скандалов с ним было что-то произойти серьезно я не знаю но если это произойдет этот единственный шанс демократов вообще получить какую-то победу он очень призрач если вот трамп очень крупно облажается если там вайнштейн расскажет что не там продемонстрирует материалы вместе хулиганили безобразничали в каком-то номере там с каким девочкой и это все покажут там другие товарищи которые поддерживают демократов магнаты медиа в общем-то это продемонстрирует может быть это сработает а может быть уже но кстати по поводу харви вайнштейна его приговорили к 23 годам лишения свободы так что чувак все таки в будем обсуждать потому что тут есть решение суда есть действие этого человека по отношению к женщинам и понятное дело что если к нему имеет такое количество людей претензий если суд это доказал то в общем то он еще хорошо легко отделался я считаю потому что пожизненное заключение 23 года 23 года он там в каком-нибудь хорошем милом номере отсидит вот с хорошим снабжением там по инвалидности ему там с костячего и видишь может там под старостью где-нибудь еще глотнет воздуха в пределах сан-франциско на пляже мне тут жена пишет поехала в магазин и пишет в телеграме что встретила двух китайцев в масках теперь и страшно я отвечаю от чего ты вообще взяла что это китайцы пуши тут это могут быть просто а я знаю как она догадалась ты не знаешь потому что них были матки туалетной бумаги на шее они несли сумки стоит бумага это первый признак если человек с узкими глазами маски с туалетной бумагой это китаец который хочет нанести вообще урон американскому государству вирусом скупает туалетную бумагу может уже скоро закончим да да сейчас уже дедушки работа платить налоги надо в общем то такая довольно у нас знаете ситуация такой выпуск на на вулкане такое ощущение мне кажется что вот сейчас это произойдет что-то взорвется но мне почему-то кажется что мир все-таки разберется со всей этой фигнёй вот помнишь мы думали что обсуждали точнее что россия с турции на пороге войны все они все договорились разрешились теперь не видно не слышно они там что-то еще ты знаешь еще история не закончена еще остались амбициозные организирующие амбициозная турция которая уже она проиграла априори все это дело но еще могут быть взбрыки и взбрыки могут быть опасны а организирующие зверь он всегда опасен вся территория уже перешла под контроль сирийских войск осадовских и русских там осталась маленькая территория и ну я говорю что надо ее сливать сливать культурно но как-то у них это пока не получилось до конца плюс никому не хочется вот этих 3000 маджахедов каких-то непонятных людей на своей территории принимать а европа естественно поулыбалась выставила там греческих полицейских показала по большому счету фигу там в общем-то тагану видно по его лицу было когда-то андерляйн с мишелем улыбались там стояли обнявшись вот эрдоган стоял такой как мальчик которому там не дали конфет на дне рождения вот и все это сделали по-доброму сказали просто не кончились теперь ничего не досталось то есть ему пообещали что их дадут потом чтоб он пришел ему дадут эти деньги перечислят но потом частями и так далее вот ну понятно у поживем увидим я против всяких войны я только за то чтобы этих людей вообще нечастных оставили в покое просто сделать зону там мирную как она есть сейчас чтобы люди там жили процветали радовались растили детей скупали туалетную бумагу не пары не болели коронавирус да мы очень рады со стефаны чем что все больше и больше людей смотрят наши выпуски комментируют мы с удовольствием читаем ваши комментарии вот к прошлому выпуску атилла п написал про ситуацию с катсом отличный комментарий александр шапкин про коронавирус тут высказался маги маги слой вообще прошелся по всем темам которые мы обсуждали спасибо ему большое святослав лаптев тоже про яблоко отметился ильнур тахиров по а как раз тема обвал рубля вот мы тут хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того что будет с ценами на бензин и как олигархия будет компенсировать свои потери ну как за счет нас будет компенсировать как она расчет ей будут сказали сцены не будут снижать то есть привели какие-то фантастические формулы вообще сказали ну как сказать то что с карманом бывать тем более бывать лишь тех тоже течение протестует и кто там активно не устает никаких акций да значит ну все путем не тем как говорится как анекдоте путем не тем но путем понимаете все продолжается игра пока что и алексейс еще написал хороший комментарий спасибо вам за комментарии ссылки на наш youtube канал на нашу группу вконтакте и на наш чатик в телеграме вы видите у себя на экране но в первую очередь мы конечно смотрим то что вы пишете у нас на ютюбе когда-нибудь наш подкаст выйдет и на подкаст сервисы гугла и apple для этого тоже там много все надо сделать как ведь мы до этого доберемся спасибо пишите комментарии предлагайте темы для обсуждения и ваше мнение умрем мы не умрем как вы думаете мы будем жить вопреки а мы дамы это с тобой точно будем жить а вот как все остальные это специальная программа ты смотри тут не будет бы отдается как я забыл сказать вначале чтобы они поставили трехлитровую банку с водой перед монитором чтобы мы и зарядили вам не можно без банки можно поставить даже коньяка взять какого-нибудь такую небольшую бутылочку отмотайте наше видео на начало поставьте что есть перед монитором посмотрите заново спасибо что смотрели всем пока пока на следующей программы